Два рубля раздора не прошло и месяца, как власти опять сообщили о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в скором времени. Сегодня председатель правительства Кировской области Александр Чурин сообщил, что транспортные компании готовят заявки в региональную службу по тарифам. Вырасти плата может сразу на два рубля, однако крупнейший кировский перевозчик, кажется, не знает, что за него уже все решили. В России автотранспортное предприятие, как выяснилось, не подавало заявки с обоснованием увеличить тариф. Повышение цены за проезд, по словам господина Чурина, просто необходимо. Растет стоимость топлива, запчастей и размер минимальной оплаты труда. За это, вероятно, в следующем году придется раскошелиться кировчанам. Цена одного билета на автобус может вырасти до 28 рублей, на троллейбус пока неизвестно. Решение будет принимать региональная служба по тарифам. Правда, какие именно перевозчики требуют роста цен на проезд, Александр Чурин не уточнил. Директор одного из самых крупных предприятий пассажирских перевозок в городе, автотранспортное предприятие, о повышении стоимости проезда ничего не слышал. О повышении стоимости проезда мы узнали также из средств массовой информации сегодня. Автотранспортное предприятие пока никакие заявки в РСТ на повышение стоимости проезда не подавало. Для того, чтобы подать заявку в РСТ необходимо произвести определенные расчеты в соответствии с методикой на 2021 год. Мы этого сделать пока не можем, потому что конкурсы на маршруты на следующий год еще идут. То есть мы пока никакой лот не выиграли. Видимо, председатель правительства Александр Чурин и глава администрации Дмитрий Осипов знает намного больше, чем сами перевозчики. Напомним, что на прошлой неделе сити-менеджер тоже направлял перевозчиков в службу по тарифам, когда они просили его помочь деньгами. Директор ЭТП говорит, что повышать стоимость не хотелось бы, но и такую возможность не исключает. Также сегодня Чурин заявил, что к 2022 году в области собираются вообще отказаться от кондукторов. Пассажиры будут платить водителю наличкой или через терминал, как в Москве. Казалось, тогда и можно было сэкономить на зарплате кондукторов и не повышать тариф, но, видимо, планы на оптимизацию всего пассажирского транспорта настолько глобальные, что и этих денег не хватит.